Ну, мы соседки. Что, ты собираешься начать прям вот так? Мы соседи, у нас нет какого-то определенного приветствия. Соседи. А мы сможем так каждый раз петь, попадая в ноты? Я смогу. А, это уже по-другому. О, последний неплохо. У нас у обеих высокие голоса. Мой голос невысокий, у меня низкий голос. Ну так что будем делать-то? Да думаю, нужно просто сказать, что мы соседи по комнате и все. А, типа, привет, мы соседи по комнате. Ну да. Привет, мы соседи. О, мне это понравилось. Ну и отлично. А может сделаем что-то вроде Еджису? Типа, привет, мы Еджису. Давай попробуем. Слишком много приветствий. Много? Да, и неловко будет. Твое лицо сейчас неловкое. Нет, нет, неправда. Не рассказывай им об этом. Как соседи веселятся в своей комнате? Мидзи, было бы интересно узнать, что мы делаем в нашей комнате. В нашей комнате? В нашей комнате мы разговариваем на английском, представляете? Наша юна... Вода пошла. Что? Они не понимают, о чем ты говоришь, объясни им. Вода пошла, значит, я в расцвете сил. Она все время говорит, что она в расцвете сил. Наши навыки английского тоже в расцвете сил. Также мы часто заказываем ночью доставку еды. Но нам не удавалось этого сделать в последний месяц. Да, верно. В последнее время мы много играли в игры. Либо смотрим Дорамы. Ну, в основном игры. Да, мы играем в игры. Игры и... Давай сыграем в ячмень и рис. На этой программе мы должны показать Мидзи то, чего мы раньше не показывали. Мы никогда на камеру не играли в ячмень и рис. Ты начинаешь? А, ладно, давай я. Рис! Ты устала? Нет! Кажется, ты устала. Да нет, все в порядке. Я не буду играть, если ты будешь меня дразнить. Конечно, буду. Ладно, тогда я тоже буду тебя дразнить. Погнали. Ячмень. Ячмень, ячмень. Я сказала ячмень. Что? Почему ты расстроилась? Ты должна была сказать рис после ячменя. Почему? Ладно. Ячмень, ячмень, ячмень. Я сказала ячмень. Да перестань уже говорить ячмень. Ячмень, ячмень. Рис! Ты мне поддалась. Их чувство юмора похоже или все-таки отличается? У Ли уни довольно глубокий голос. Да, у меня глубокий голос. Видите, она смеется над любыми ситуациями. Поэтому я не всегда смеюсь, когда смеется она. И наоборот. Иногда я смеюсь, и она спрашивает, ты чего? А потом смеемся над этим вместе. Она просто так забавно сделала, когда сказала, что у меня глубокий голос. Что с тобой не так? Ой, я вспомнила. Что вспомнила? Сегодня утром до записи этой передачи мы были в салоне красоты. И мы с Юной заказали сэндвичи. И она написала мне, что хочет. Так вот, она написала мне, что она хочет. Мы должны были выбрать в меню булочку и соус, который мы хотим. И в итоге Юна выбрала курительный соус для барбекю. Вместо дымчатого соуса она сказала «курительный соус». Она написала «курительный соус», «острый чили» и «ранчо». По-моему, это только нам смешно. Я вообще не смеюсь, только ты смеешься. Ну, это было так смешно. Лия снизу, Юна сверху, прям как настоящие сестры. Я отдала Лии нижнюю койгу, потому что я младше. Просто у тебя кружится голова, когда ты спускаешься вниз. Подожди, а я не поняла. А почему ты сказала, что ты отдала мне нижнюю койгу? Ну, тебе на нижней лучше. Она ведь нижняя, лезть не надо. Плюс, с твоей кроватью рядом стоит три стола, на которые ты всегда кладешь свои вещи. Что значит, они рядом с кроватью? Ну, тот зеленый, который ты купил. Я купил его за свои деньги. Комнату ты тоже за свои деньги купила? Мы с тобой делим комнату, и там... там вообще нет места. Эй, в смысле? Это прикроватный столик. Он маленький. Она преувеличивает, когда говорит стол. Да он огромный. Нет, неправда. А знаешь, что еще там рядом стоит? Но зрители ведь понимают, о чем я говорю. Это маленький столик для зарядки для телефона. Это не прикроватный столик, он огромный. Она преувеличивает, поэтому идет трудно правильно понять. У тебя рядом есть еще один стол. Нет, это не стол. Да, это деревянный стол, большой для просмотра фильмов. Ты просто постоянно ходишь туда-сюда, поэтому я и дала тебе нижнюю койку. Эй, да прекрати уже так говорить. За этим столом мы с тобой вместе ночью едим. Я когда-то ела там ночью. День рождения, Итси. Недавно у меня был день рождения. Да, у Юны был день рождения. И что ты мне подарила? Я для тебя так много сделала. А ты? Ну, я скажу правду. Я должна была в тот день практиковать танец для песни I don't know, и поэтому я пришла посреди ночи домой. И там меня кое-кто встретил. Это была Еджи Анни. А Лея была в ее кровати. А, нет, подожди, Еджи спала в тот день. Да, так что это обидно. Ты забыла? Я сказала Еджи, что встречу тебя, но Еджи уснула, поэтому я собралась сделать для тебя вечеринку. Но Юна пришла домой слишком поздно, поэтому многие из нас уснули. Нам не удалось устроить вечеринку, но я ждала тебя всю ночь. Одним словом, сюрприз не удался. Так как Юна живет со мной, она просто пришла в нашу комнату, и мы подарили ей подарки. Да, и ты такая, ой, что происходит? И ты была такой грустной, с таким грустным лицом. И ты такая, эй, я думала, мы вместе сделаем для нее сюрприз. Через 10 минут все собрались в нашей комнате, и мы отпраздновали 10 декабря. У нас уже такая традиция. В ночь дня рождения мембера мы задуваем свечи, даже несмотря на то, что не устраиваем никаких вечеринок. Да, из-за этого иногда чувствуется, что чего-то не хватает. Мы всегда так делали до моего дня рождения. Да, поэтому мы устроили вечеринку на следующий день. И, кстати, торт купила я. Правда? Да, я купила его и спрятала на террасе. Поэтому нам и не получилось тебя поздравить. Так значит, ты все-таки приготовилась. Запишем то, что мы хотели бы сделать в будущем. Друг для друга. Записать то, что мы хотели бы сделать друг для друга в будущем? Давай. Тогда... Можно я напишу то, что случится в далеком будущем? Или что-то невозможное? Конечно, ты можешь делать что угодно. Знаете, что я всегда говорю? Давайте состаримся, и когда будем грызть ребрышки, мы... Сломаем себе зубы? О, да, мы точно сломаем наши протезы. Серьезно? Да, я представила себе это. И на душе стала счастлива. Мы часто говорим о том, как мы изменимся с возрастом. И Лея постоянно говорит о нашей старости, о том, как мы станем бабушками. Она всегда говорит о старости и о ребрышках. Черен говорит о вязании. Не подглядывай. Почему? Ты просто там столько уже понаписала? Правда так много? Да, правда. Но я не хочу, чтобы было много. Это то, что я хочу, чтобы с тобой было. Мне не нравится, сколько ты написала. Мне страшно. Она хочет отправить меня в путешествие в космос. Я не хочу улететь на ракете. Это страшно. Но я хочу, чтобы ты это сделала. Я телепортирую тебя туда. Ладно, все равно. Я все. Что это? Что? Почему твоя такая трогательная? Правда? Я буду первая. Мне кажется, я буду плакать, когда услышу твое. Да? Первое. Отправить ее в космическое путешествие. Второе. Помочь ей прибавить немного веса в ногах. Зачем мне вес в ногах? У Ли костлявые ноги. Мы часто на выступлениях носим каблуки. И так как мы живем вместе в общежитии, я вижу ее ноги. И они... Ее ноги? Почему мы такие глупые? Эй, ну что с тобой не так? Давай вставай. Зачем ты сказала такую грустную вещь? Я посмотрела на нее и расплакалась. Это забавно. У тебя на попе вырастут волосы, если ты будешь смеяться, пока плачешь. Что? Ты с ума сошла? Я прочитаю дальше. Помочь прибавить веса в ногах, потому что у нее костлявые ноги. Когда мы практикуем танцы на каблуках, ей реально больно, потому что ее ноги очень тонкие. Поэтому я хочу помочь ей прибавить немного веса в ногах. Третье. Пожалуйста, смейся вечно, потому что ты очень красивая, когда смеешься. Четвертое. Мы соседи по комнате. Давай продолжим быть хорошими друзьями до того, как станем бабушками. Пятое. Пожалуйста, останься навсегда нашей милой Лией. Нарядись в великолепную нарядную одежду и отправляйся в путешествие. Седьмое. Когда я вырасту, я отведу тебя в дорогой ресторан, и мы насладимся временем друг с другом и дорогим вином. Я тоже это написала. Восьмое. Не теряй себя. Дорогая Лиа, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Я всегда на твоей стороне. Я люблю тебя. Ну вот, люди будут думать, что мы ведем себя нелепо. Читай давай, а то камера снимает. Что бы я хотела сделать для Юны? Первое. Отвезти Юну в дорогой ресторан и выпить с ней вина, когда она подрастет. Второе. Взять Юну в путешествие за границу и познакомить ее с интересными местами. Думаю, будет хорошо взять ее за границу и показать много интересного. Третье. Полюбоваться Юной в свадебном платье. И четвертое. Быть сестрой, на которую Юна могла бы положиться в тяжелые времена. Пятое. Я добьюсь успеха, чтобы Юна могла называть меня талантливой и замечательной сестрой. И чтобы она могла мною гордиться. Это все? Да, давай закончим на этом. Когда мы только все это писали, я видела, как она написала «Быть сестрой, на которую Юна сможет положиться в трудные времена». Независимо от того, идите мы или нет. Это было так трогательно. Мы должны попрощаться, даже если мы плачем. Это были соседи по комнате.